Аплодисменты. Ну, я сегодня решил посвятить свой доклад теме, которую я тоже занимаюсь в течение многих лет. Ну, и какие-то ее аспекты я уже представлял на других конференциях. Это современная поэзия на индийских вернакулярах, прежде всего, связанная с Рамбхакти, с традицией Рамбхакти и с Рамайаной, которая по-прежнему жива. И XX век дал некоторые интересные повороты для этой традиции. И основными источниками моей информации являются, собственно, публикации книги современных поэтов-мистиков. Я не знаю, насколько этот термин, это слово «сочетание» идеально подходит для их определения. Ну, поэты-бхакты, или как-то мы можем еще эту идею выразить на русском языке. Но, то есть, есть их произведения, изданные сравнительно небольшими тиражами, и за каждым из них нужно, в общем-то, охотиться в Индии. Потому что, в отличие от, например, классиков, как Госвами, Турси, Даса или Кабир, конечно, большинство современных поэтов — это локальные поэты. Но второй источник информации — это непосредственный контакт с носителями традиции. Потому что последние, ну, лет 10, да, последние 10 лет я регулярно бываю в Айодде, то есть столице почитания Рамы и столице, соответственно, современной ромаидской поэзии. И встречался с некоторыми из авторов, поэтов, святых лично, и, в общем, пытался понять их мировоззрение, их менталитет, что они пишут и почему. И вот некоторые результаты я постараюсь сегодня представить. Я разделил свой доклад на несколько частей. И в первой части я скажу несколько слов о языке ромаидской поэзии, современной ромаидской поэзии. И на самом деле проблема языка, она более широкая, она не ограничена только поэзией, только литературными произведениями. Как мы все знаем, классический язык ромаидской поэзии — это авадди и частично бодж-пури. Проблема современного авада, то есть Айоди, региона, центром которого она является, ну, по крайней мере, культурным центром, потому что административный центр региона, вот близкого к Айоди, это скорее город-спутник Фейзабад, который гораздо больше и, собственно, включает в себя все административные службы. Вот, но тем не менее. Так вот, положение языка авадди, к сожалению, в регионе, его статус падает. И более того, если вы спросите у современного индийца, который проживает в регионе, то есть на каком языке ты говоришь, они, конечно, расскажут хинди, мы об этом знаем, но даже если мы начнем копать и спросим про авадди, то они скажут, что авадди и бодж-пури — это один и тот же язык, что между ними нет никакой разницы. Разница стилистическая. Авадди — более поэтический язык, то есть более напевный, более литературный, скажем так. Ну, литературный — нет, по той причине, о которой я сейчас скажу несколько слов, именно поэтический. А бодж-пури — более такой грубый язык, деревенский. Но главная проблема заключается в том, что статус этих языков как разговорных, он снижается и опускается до уровня языка для жителей деревни. Ну, например, когда я пытался начать несколько лет назад изучать язык авадди именно вот в таком, в академическом, что ли, смысле, ну, на самом деле я занимаюсь этими текстами уже много лет, просто я вот думал, может быть, начать его изучение, формальное изучение этого языка, оказалось, что это невозможно в регионе. И более того, каких-то материалов по изучению этого языка их очень мало, практически нет, вы не купите нигде в книжных магазинах, на базарах. Вот они лежат там, книги-поводы, какие-то редкие монографии в библиотеках университета, в музеях и так далее. То есть это значит, что никакого образования на этих вернокулярах не существует. И когда я даже подходил к пандитам или преподавателям, учителям, которые позиционируют себя как преподавателя, вот их первый вопрос, зачем его вообще изучать, это язык, на котором говорит черн. То есть, ну, черн, как они говорят, деревенские жители, или базари баши, или что-то такое они употребляют. И говори на химби, иначе над тобой будут все смеяться, если будешь говорить на авадди. То есть вот этот статус языка высокой ромаидской поэзии, он падает, и практически произошло полное смешивание авадди и бодж-пури. И это наложило отпечаток на современную ромаидскую поэзию, потому что если вы возьмете текст, современный текст современного автора, который вроде бы написан в традиции той ромаидской поэзии, основа которой заложил бы с вами Тунсиедас, то вы поймете, что зная хинди, но не зная авадди, не зная классических языков, вы его все равно понимаете более-менее. То есть происходит хиндизация этого текста и приближение к современному языку, в то время как, конечно, современные индийцы рамачи и к манасу, например, без перевода, без каких-то субтитров и комментариев на современном хинди не могут понять в большинстве о своем, ну, за исключением самых образованных людей, за исключением некоторых отрывков. Ну, или делают вид, что понимают, в этом спрашиваешь, о чем там была эта доха, они не могут, как правило, объяснить. При этом это первый аспект – язык, то есть произошел разрыв между высоким языком поэзии и его бытовым применением, опускающимся все ниже и ниже статусно, и это как следствие влияет на структуру текста. Но второй момент, который как раз, наоборот, способствует развитию рамаидской поэзии в наше время – это социально-политическая волна, происходящая сейчас в Индии в связи с событиями в Айодзе по вопросу о Джанмастхане, месте рождения рама. Там была мечеть Бабри Мазгид, которую, как мы знаем, разрушили в 92-м году, Укар Севаки, и долгие годы происходил судебный процесс, который, наконец-то, на самом деле формально не выиграла индусская сторона, на самом деле формально выиграла государство, то есть сейчас так отошел государство. Но в реальности, конечно, это была победа индусов, хотя Модиджи просил не расценивать ее как таковую во избежание всяких проблем коммуналистского характера, но, тем не менее, там будет храм рамы. И это очень воодушевило многих современных авторов писать на эту тему. Кстати, помимо такой поэзии высокой, именно в традиции Тулсидаса, есть много художественных современных произведений, популярных произведений такого газетного формата, как Дарья Донцова рассказывает историю Ширамы в таком ключе, на хинди и на английском языке они публикуются для городской молодежи в целях популяризации. Так вот, что касается вот этой волны, то на ее фоне происходит несколько интересных вещей. Во-первых, происходит попытка возродить поэтическую традицию, которая, в общем-то, ушла в прошлое. Ну, например, мы знаем, что у Госуами Тулсидаса есть некое ограниченное количество произведений, их на самом деле очень много, Винаи Патрика, Духавали, Кавитавали, Рама Чайхманаса и так далее. Под его именем пишутся новые произведения, и они пишутся с разными целями. Например, когда происходил этот судебный процесс, нужно было индусам доказать, что именно на этом месте, где находится Бабри Масжид, находился когда-то храм Рама. И, собственно, во время этого судебного процесса был привлечен один видный духовный учитель, Джагадгуру Рамананда Ачарья из Читракута. В качестве... Ну, он должен был оценивать, скажем, поэтические произведения, и можно ли на их основе сделать вывод, что там действительно когда-то стояла храм Рама, это такая литературная экспертиза. Он, разумеется, никаких источников не нашел, он написал их сам. Он написал несколько док, приписал их Тулсидасу, и они в очень хорошем таком стиле написаны, и действительно, если бы мы... Не будучи специалистами, мы бы не распознали отличий, но просто сразу видно, что Тулсидас не писал так явно пропагандистски, о том, что вот была мечеть, она была разрушена и так далее. То есть вот такой момент происходит. Но такие... Я бы не назвал их подлоги. Ну, в данном случае где-то это подлог, но вот такие тенденции, продолжать традицию писать от лица, от имени поэтов прошлого, они живут и в более таком мягком исполнении, то есть просто в духовном, культурологическом, социокультурном и так далее. Ну вот, например, во Вриндаване, хотя Вриндаван — это центр культа Кришны, но там есть один известный гуру Рамаид, это Суамир Аджендра Дас, довольно известный товарищ. Я, к сожалению, не успел сделать презентацию в связи с тем, что занят круглые сутки преподаванием дистанционным способом, благодаря нашему министерству образования. У меня сегодня было три пары, вчера было четыре пары, поэтому довольно трудно было еще что-то делать. Но вот он написал том, который называется «Малюк Дас Вани». Малюк Дас — это тоже средневековый поэт в рамаидской традиции, от которого в реальности осталось известных всего несколько коротких, достаточно произведений, и тут вдруг появляется целый том его произведений на все темы, на все случаи жизни, здесь и история, и философия, и так далее. И, ну, понятно, что кто-то это писал, скорее всего, сам гуру, который занимается наследием Малюк Даса, и более того, он возглавляет его, его, скажем, линию ученической преемственности. Но здесь есть несколько интересных моментов, именно таких филологических, лингвистических, на которые я хотел обратить внимание. В частности, он в некоторых моментах действительно очень хорошо имитирует вот ту самую структуру средневекового текста. Вот я часто привожу студентам пример, у Тульсидаса в Духавале есть описание того, как в Панчевате сита и рама сидят вместе с лакшманом под деревьями и так далее. И у Тульсидаса там есть такой звукоподражательный ряд. Панчевате, бета-бета-пета-рысия, лак-хэ-не-самет. Вот когда вы читаете вот эту строку, вы можете представить, что вот дерево, вот птички поют, потому что поэт специально подобрал такую последовательность звуков, которая воспроизводит вот эту картину. И вот современный автор, который пишет от имени Малюк Даса, он делает похожие вещи. Он применяет технику написания стихов в соответствии с варгами. Вот это Ка-варга, Ка-варга. У него, например, есть целая последовательность строк, Чанд, написанных в Ка-варге. То есть каждая последующая строка начинается с Ка. Например, Ка-ка-ка-кришна-мурари Сак-лаг-гата-вья-пахи-джои Кере-кер-вай-а-па-ор Ду-жа-на-хи-кои Ка-ты-санк-каты-да-саке Кару-на-май-бхагавана Ка-ма-кродха-мад-лобхаме Буре-со-абхимана Кевал-рам-бхажоре-бхай Ке-ва-ле-рама-баджоре-бхай Дальше это продолжается. В принципе, такая приличная имитация слога поэтов того времени. И в этом же сборнике в качестве иллюстрации вот такому пропагандистскому аспекту, то есть приписыванию средневековым поэтам неких реалий, которые были бы выгодны современному индийскому слушателю и индусам, например, в борьбе за храм Рамы. Ну вот он приводит несколько строк, в которых появляется Аурангзе. Он, конечно, мог появляться в средневековой поэзии, но тут уж слишком как-то так это форсировано идет. То есть ясно, это какой-то инструмент современного уже стихотворчества. Он пишет Но в данном случае вы видите, Вамана это не Вамана Аватар, это сам Вишну. Он имеет в виду, что вот шел Аурангзе и заменил священные тексты индусов в Куран и Катеб. Ну, Куран, собственно, Куран и Катеб, то, что в Гуру Грандсахе до сих пор, в священном писании ситхов до сих пор идет спор, что такое Катеб, потому что во всех современных изданиях, переводах, собственно, Хальсы, это Тора и Библия, и Евангелие и так далее. Я не знаю, насколько действительно Гуру Нанак и последующие авторы могли думать о других аврамических религиях помимо ислама, но тем не менее здесь ясен посыл, что вот такое антиисламское и что вот исламское завоевание, что сейчас тоже на коммуналистской почве очень часто обсуждается, вот в конце он сетует. Добрались они и до Бадринатха, до Гокулы, до Джаганнатха Пури, то есть вся Индия оказалась под их влиянием. Вот такой аспект, да, и третья иллюстрация попыток достичь путем приписывания своих произведений средневековым поэтам неких целей, я приведу уже такую философскую цель. Мы знаем, что в средневековой и в современной Индии одним из принципиальных споров философских был спор между вишнуитами разных сект, рамаитами, кришнаитами, собственно, ващнавами и школой Романуджи и последователями Адвайта-Виданте. На самом деле этот спор касался не только философских вопросов, философские вопросы для философов. Почему была такая взаимная ненависть? Ну, по многим причинам был еще и кастовый вопрос, например, потому что вишнуиты были более мягки в кастовом отношении, и они привлекали к своим ритуалам не только низкокастовых индусов, но и даже тех, кого можно назвать иностранцами или варварами, да, малеча, то есть мусульман и так далее. Вот, поэтому, собственно, философский спор не всегда был самоцелью, он был самоцелью только, наверное, на уровне самого высокого такого пандицкого делания. Ну, вот, и Малюк Дасу, этот современный автор, приписывает строки, которые разоблачают философию Адвайта Веданте, потому что, собственно, его школа Рамаиты придется в Ишишта Адвайта Веданте, как и школа Рамана Две. Он говорит, что он говорит, что лошадь, говорит Малюк, да, святой Малюк, лошадь, что говорят о том, что только Брахман реален, и мир Зорин, и высшей цели не достичь, если следовать этому утверждению, этому предписанию. То есть, смотрите, весь спектр того, чему учит данный гуру, данная школа сейчас, вдруг оказывается трансплантирован и приписан средневековому автору. Здесь, правда, возникает вопрос, и с индийскими коллегами я обсуждал этот вопрос. Например, когда я говорю на хинди или на английском, я бы не сказал, не использовал эти слова, подлог, подделка и так далее, потому что для многих из них это не столько нечто негативное, просто существовала традиция, когда ученики подписывались именем учителя. Для нас, как для исследователей, теперь трудно различить, например, что написал Кабир, и что написали его ученики, последователи и так далее, потому что все подписано Кабир. Кабир сам становится таким протагонистом, персонажем своих произведений, но для ученика часто это было именно продолжение традиции и скорее демонстрация собственной скромности. То есть я не приписываю своих достижений себе, я вот пишу от имени Кабира. Вот так вот это может портаваться и в этом смысле, подписав свои произведения Малюк Дас, он скорее делает знак уважения своему предшественнику и учителю. Третий момент, о котором я скажу, касается некоторому ренессансу той школы, которая меня давно интересует. И интересно, что когда я только начал заниматься, лет 15 назад я начал интересоваться, вообще невозможно было найти никакой информации, это школа Рам-Расиков. Рам-Расик. Мы все привыкли, что Расик, традиция Расиков, это традиция эмоциональных, чувственных почитателей Вишну в той или иной форме. Эта традиция прежде всего кришна ориентированная и она распространена соответственно во Вриндаване и так далее. Можно, конечно, есть хорошие монографии Ван-Дервира, есть вот новая диссертация Даниэла Бевилаква, по ромаизму. И там, конечно, упоминается поэзия Расиков, но, тем не менее, широкому кругу она неизвестна даже в самой Индии. Но эти школы существовали, начиная с XVII века как минимум. Наверное, все из вас, по крайней мере, кто занимается средневековой литературой именно вернокулярной, знают имя Гуслами Набхадаса, который написал первую такую энциклопедию святых вишнуитов, начиная с древних времен и заканчивая, хотел сказать, нашими днями, но в наши дни это был XVII век тоже для поэта, заканчивая его эпохой. Так вот, хотя его, собственно, вот этот том его, энциклопедия, она довольно написана таким перечислительным сухим языком классификаторским, но его гуру Гуслами Аградас был как раз Рама Расиком, он посмотрел на историю Ситы и Рамы прежде всего не в перспективе героической, не в перспективе дармической, то есть Рама такой сухой герой, который выполняет дарму и даже готов пожертвовать своей женой ради этого, своей семьей и так далее, но он посмотрел на эту историю в перспективе как любовную историю, как роман и в этой связи он стал развивать соответствующую теологию и соответствующую поэзию. Собственно, эта традиция дошла до наших дней и в Айодье есть несколько авторов современных, которые собственно эту традицию продолжают и с одним из них мне посчастливилось лично встретиться в 2010 году, потому что в 2012 году он, к сожалению, умер, уже в очень пожилом возрасте это поэт по имени Рам Харшен, Рам Харшен Дас, у меня есть целый ряд его произведений, покажу, если это видно, и у него есть некоторые интересные фишки, которые показательны для современной вот такой поэзии именно расиков, то есть любовной, а не гармической репрезентации истории Ситы и Рамы. он рассказывает чаще всего не о самой вот этой романтической паре Сита и Рама, и, видимо, здесь есть какой-то такой аспект, он не хочет получить, может быть, порцию какого-то критицизма, потому что вообще все, что касается Рамы в современной Индии, это очень болезненный вопрос, вы скажете что-то не то, и ваша карьера окончена. Главное не ляпнуть, когда я читаю лекции индийским студентам, у меня основная мысль главное не ляпнуть, потому что можно поссориться со всеми как раз по вопросам Рамы, но он берет других персонажей более нейтральных для индийского общества, но связанных с историей Ситы и Рамы, в частности, вот для него главные персонажи это некий молодой человек по имени Лакшми Ниди, и Лакшми Ниди это старший брат Ситы, он на самом деле вымышленный персонаж, то есть он не встречается в таких классических фундаментальных произведениях рамаидских, и у Ситы есть некая служанка по имени Сидли, так вот Рам Харшандас описывает роман не между Ситой и Рамой, а между Лакшми Ниди и вот этой самой девушкой Сидли, но понятно, что он намекает на то, что это не просто старший брат Ситы, это не просто служанка Ситы, что на самом деле это самое Лакшми Ниди это все-таки как бы Рама, его какое-то частичное проявление, и Сидли это как бы Сита, то есть постоянные их диалоги идут на грани, даже в одном из его произведений есть диалог между Ситой и Сидли, и они обсуждают Сидли, спрашивают, кто я такая, знаешь ли, Сита, Сита говорит, ну мне кажется, что ты это я, да, я согласна, действительно, ты это я, я это ты, то есть вот эта вот игра на грани, ну толкуйте как хотите, но поскольку российская традиция непосредственно примыкает в общем-то тантризму, потому что все-таки это культ женского божества, культ любви, но действительно любви, потому что они используют все те же слова, нураг, фиар, прем и так далее, и вопрос заключается в том, что на уровне-то именно, вот как мы обсуждали прошлый доклад, посвященных адептов, конечно, они понимают, что речь идет именно вот о Сити и Раме. Почему это несколько опасно для автора, потому что в этих произведениях описываются те вещи, которые не свойственны Раме, например, вот у этого Лакшминиди есть множество так это сказать гопи, девушек Исааки, которые с ним тоже разыгрывают такую же раслилу, как и Кришна разыгрывает гопи, как бы Раме это не к лицу, в общем-то, да, место, где происходят многие события этой истории называется Прамодаван, так же как Вриндаван, Прамодаван, то есть явно здесь все вот эти намеки на перехлестывающиеся места и какие-то события и так далее. Более того, в книжке, которая у меня сейчас в руках, она называется Шли Харшатцаф, на самом деле вы, наверное, тоже знаете, что даже в средневековой традиции автор, поэт, они не подписывали свои произведения, они включали свое имя так или иначе в произведения в конце, там, например, вот Тулсидас теперь почти не склоняется там перед Ситой Рамой и так далее. Ну вот, есть тоже в названии его зовут Рам Харшандас, Харшатцаф, значит, праздник радости, но он намекает на свое собственное имя. И в этой книге на самом деле происходит, ну, тоже такая невероятная метаморфоза, как бы, хотя на уровне, скажем, последовательности событий, Рама жил раньше, чем Кришна, но здесь вот эти два главных персонажа, Лакшминитги и Ситги, и в какой-то момент Рама и Сита разыгрывают, играют роли Кришны и Радли, соответственно, то есть уже не отличить, кто есть кто, есть соответствующие иллюстрации, то есть вот это вроде бы как бы должно быть Кришна-лила, да, но на самом деле это Рам-лила, и здесь, может быть, Рам-рас, видите, подписано внизу, то есть полностью перенос этот осуществляется, ну, чтобы увидеть, как это работает в поэтическом тексте, может быть, несколько слов, сакхи-сиди-сарана ке бич, расе-расе-рама, жаха-жанака-лила-хи-ке-сатха, биха-ре-чха-ви-дха-ма, ати-камала-али-на-бич-рааса, Рама-расе-ка-ма, раса-май-та-ха-расе, варашай-ви-ава-те-ва-ма, га-ти-гит-ан-рит-т-ю-бхал-е-бхава, ладжат-шру-ти-сама, суры-саба-су-на-на- жар-и-лай-и- но видите, что здесь идут такая смешанная термина, мы знаем, что это Кришна, это намек на Кришну, но все-таки речь идет именно о Раме, как о романтическом герое, и вот эта сиди, она разыгрывает эту роль, ну и в конце поэт упоминает свое имя, в конце этих строк, бахта-на-ваши-хари-пара-шай-рэ-ге-утай-ама, хар-шана-хат-ти-хи-я, пад-дарай-лак-хи-бхал-е-бхама, ну то, о чем я говорил, вписывание себя вот в контекст, и интересный момент еще в том, что вот этот Рам-Харшан-дас, он основал свой, ну можно сказать, ашрам, он называется Рам-Харшан-кундж, и на самом деле это, ну это и ашрам, да, это ашрам-храм, но в реальности это также место для проведения Рам-лилы. В Айоди есть несколько важных мест, где регулярно проводится Рам-лила, в частности, Айоди Асанстан, институт Айоди, где Рам-лила происходит круглые, не круглые сутки, а круглый год, то есть там по 15 дней актеры играют, потом сменяются, потом на их место приезжают другие, все начинается сначала, а вот у этого поэта, он хочет подчеркнуть такую любовную сторону событий, и его Рам-лила поставлено не по Рамаяне, а по его собственным произведениям, то есть там разыгрываются вот эти уже очень романтичные, эротические и так далее диалоги, причем все роли играют подростки, мальчики, там нет женских персонажей, но в общем-то это нормально для традиционной Рам-лилы. Если у меня есть еще три минутки, я еще один аспект буквально выделю вкратце. Три с половиной. Сколько? Три с половиной. Окей, окей, тихо. Да, последний аспект, который я хотел выделить, то есть мы прошлись по вот этим произведениям, которые приписываются, или предыдущим авторам, ну кто как хочет, может это называть, приписываются, либо продолжается традиция. Мы посмотрели на Расиков, которые, кстати, я собираюсь ими заниматься, ну я уже подготовил сборник переводов их произведений, они впервые в принципе переводятся на какой бы то ни было неиндийский язык, надеюсь, что удастся рано или поздно это издать. В этом году издать? Я надеюсь, что это удастся издать. Я уверен. Иншаллах. Хотя тема другая, да. Вот, но это и третий момент, о котором я хочу сказать, опять-таки он связан, он все вертится вокруг современной рамы политики, которая активно влияет на поэзию и на все, это произведение, это акцент на священных местах, такая ландшафтная поэзия, если хотите. Когда сам ландшафт становится, сам город, например, или река, или что-то, становится источником вот этого рас, вот этого поэтического чувства, и чувства, которые в конце концов приводят к некой божественной реальности, постигаемой именно таким чувственным способом. Ну, не некая, а точнее конкретная, ситорама или вишну, или крична и так далее. И поэты намеренно используют, собственно, назвают аптопонимы, святые объекты, чтобы указать, что вот они как бы метят. Вот это вот место рамаидского культа и всегда было таковым, поэтому если вдруг там окажется какая-нибудь мечеть, рано или поздно, или что-то еще, то мы будем бороться за это. Ну, один короткий пример, густишая. Один из центров поэзии расиков — это Гола Гат, Гат в Айодзе, где находится несколько храмов подряд, в которых вот с 17-18 века живут поэты этой школы. Ну, вот один из поэтов пишет Здесь обыгрывается Лакшман Кила. Лакшман Кила — это один из старых таких российских храмов, где жил и работал в 19 веке поэт Юдаран Аня Шаран, стройки которого я тоже перевел уже на русский, и тоже они ждут возможности опубликоваться. Но, кстати, некоторые отрывки я уже опубликовал в своей статье, вышедшей в журнале, как он называется, «Библиотека религиоза Россика» РГГУ. Недавно он появился, это у меня есть статья с отрывками, переведенными из этих произведений. Ну вот этот топоним, он вдруг стал важным. На самом деле совершенно такое, ну не то чтобы заброшенное, но неухоженное место, потому что, собственно, поэт много не заработает, даже если он святой поэт. Но как только началась кампания по строительству храма Рамы, даже туда стали приезжать видные политики. Вот недавно приезжал Мурари Бапу, известный рассказчик Рамаян, на всю Индию, куда он только не приезжал, даже в Арабских Эмиратах, шейха заставил сказать, что и Шейрам как-то, причем его несомненное достижение в глазах индийского сообщества. Ну, в общем, эти места начали оживать. Ну и как вывод я бы сделал, на самом деле, мое исследование, оно в развитии, у меня нет какого-то конкретного одного вывода, но вот именно применительно к сегодняшней дискуссии я бы сказал, что есть три важных момента. Во-первых, это язык авадли, статус которого, безусловно, нужно поднимать, уже не поддерживать даже, а поднимать, и, возможно, привлечение даже зарубежных специалистов как-то поймет, поможет индийцам осознать важность, если уже иностранцы этим интересуются, то сами они, наверное, не проснутся даже на политической волне. Ну, и второй момент заключается в том, что есть определенный ренессанс ромаидской поэзии, есть множество примеров современных поэтов и неплохих произведений, и все время приходится лавировать между таким аспектом, как политическая некая вовлеченность, не хочу говорить пропаганда, потому что это не всегда правда, политическая вовлеченность и реальное возрождение традиции. То есть нужно быть опытным, видимо, современному поэту-румаиду, таким серфером, как на серфинге, когда вы ловите волну, то есть вы должны ее поймать, вот эта волна там популяризации рамы, но она не должна вас прихлопнуть, то есть в политическом смысле вы не должны оказаться под ней похоронены. Ну вот, я думаю, что это все, что я успел сказать, и если есть какие-то вопросы, то задавайте. Вы вначале упомянули про Вишишта-2 и про то, что современный, я просто, вот этот ребенок плачет, и я, говорится, в полуха вас, в полуха его. Значит, у меня такой вопрос, вот современный Вишишта-2 и Тисты, да, там вот последовательный, они ссылаются на роман уже. А у них вообще есть, ну, как бы осознание того, что все-таки большая дистанция была, что могли быть какие-то изменения там вот в самой традиции, да, то есть они, как я поняла, апеллируют к этим текстам, да, как к некому авторитету, да, или там они могут интерпретировать в определенном ключе. А есть ли вот само понимание внутри традиции того, что с течением времени как бы были внесены какие-то вот комментарии уже последующие, да, какие-то изменения? Или они как бы все это все равно приписывают роману Джин, несмотря на то, что там может быть очевидно, что речь шла, ну, не то, что о другом, а во всяком случае проблема возникала в русле других вопросов, как бы проблем. на самом деле я бы сказал, что этот вопрос перед ними вообще не стоит. Скорее, это вопрос, наверное, светских исследователей и историков философии, потому что сами носители традиции, мне кажется, они не озадачиваются по той простой причине, что традиция это априори нечто развивающееся, то есть это всегда некая река, которая постоянно, то есть у нее суть сохраняется, это все та же вода, но какие-то очертания у нее постоянно меняются, она приспосабливается к новым условиям. Надо сказать, что Роман-Инди, в отличие, наверное, от каких-то самых строгих последователей Роман-Инди в Южной Индии, они все-таки отталкиваются несколько от других источников, все-таки не от Роман-Инди. Понятно, что Роман-Инди это самый видный видный философ, но в этой школе, но у них есть собственные источники и прежде всего это, конечно, авторы, творившие уже после Роман-Инди. Например, есть ряд произведений неизвестных авторов, которые приписывают самому Роман-Инди, которых он тоже освещает основы Вишиш-Тадвайта и на самом деле он немножко по-другому это освещает, чем, собственно, южно-индийские источники. Во-вторых, есть современные комментаторы, в частности, чем сильна традиция Роман-Инди по сравнению с другими вишну-индийскими школами, ныне существующими, но действительно это ее объективное преимущество, в ней есть современные комментаторы, которые пишут современные комментарии на все вот эти шастры на санскрите. В частности, это джагадгуру Роман-Индачарья, которого я упоминал, с вами Роман-Индачарья. Кстати, я с ним тоже встречался в 13-м году в Четракуте. И это действительно некий феноменальный автор, потому что он написал комментарии на основные, по-моему, 11 и он написал комментарии на Бхагавадгиту, на Веданта-сутру с позиции Вишистадвайта-Веданта на на санскрите. И есть переводы на хинди. Ну, я преимущественно пользуюсь переводами на хинди. Я признаюсь, что я занимаюсь в большей части вернакулярами хинди, авадди, бодж-пури, нежели санскритом, хотя я читаю. Но да, для них традиция это не нечто застывшее, для них традиция это нечто развивающееся и им просто это не важно. Есть там какие-то отличия между Романаджи и, например, Джагадгуру Рамбадра-Ачарьей. Все зависит от того, кого выбрал в качестве авторитета, но для современного ромаизма это современная Джагадгуру. Кстати, в начале 20 века был еще один комментатор Бхагавада-Ачарья. Он много сделал для социальной сферы, то есть он фактически кстати, он добился полной независимости школы Романанды от школы Романаджи, причем довольно жестким путем до него, до конца 19 века Романанди все-таки находились под давлением пандитов из Южной Индии и тогда они чувствовали свою некоторую такую ну что ли ущербность и кроме того среди южноиндийских пандитов было предубеждение против кастового статуса Романанди, поскольку у них была более либеральная социальная среда, то есть они принимали пищу вместе и так далее и поэтому Бхагавада Ачария написал собственные комментарии на Веданту, это было тоже Вишистадвайта Веданта с некоторыми тоже вариациями, но это была собственно уже чисто ромаидская книга, ромаидские комментарии, и он определил тот момент, когда ромаидские стали философски независимы полностью от школы ромаиджа, ну как полностью, понятно, что ромаиджа это ромаиджа, но у нас есть собственные комментарии, они сказали, и мы уже не обязаны, они не должны на сто процентов совпадать с тем, чему учит ромаиджа. Спасибо за исчерпывающий ответ, и буквально вот такой небольшой вопрос, если не будет времени, я его задам, а вы мне сможете ответить его в чате, может быть. Да-да. Вот у основания школы Вишишистадвайта, да, там, на Дхамуне, и известно, что у него был трактат по йоге, который был утерян, то есть известно, что он был йоген. А в дальнейшем, если мы посмотрим Ямуна Чарию, Роману Джо и так далее, то есть там, в принципе, вот когда мы берем философские произведения, мы берем классиков, там о йоге практически ничего нет, то есть йога, вернее, принимается как нечто, ну, как путь, вот как, там, карма-йога, там, джиняна-йога, да, вот как бы в этом смысле, да, но не как практика каких-то там, вот асан, хатха-йога и так далее. А в дальнейшем в традиции Романа, насколько я понимаю, там йога очень развита именно в таком, ну, как бы, известном смысле этого слова. Вот можно как-то это прокомментировать? Вот это как раз то, как традиция, точно, как бы, внесла что-то новое, то есть, во всяком случае. Да, на самом деле, по этому поводу, я бы, вот, как я же упомянул сегодня диссертацию Даниэла Бавилакуа, если будет возможность, она, по-моему, до сих пор в открытом доступе есть в интернете, ее можно найти. Вы можете ее почитать, там как раз разбирается вопрос, как йога проникла в традицию Романанды, и есть много разных версий, потому что до конца мы этого не знаем, потому что есть версия, например, что были некие обращенные в аромаизм йоги, которые с собой вместе эту йогу принесли. То есть, мы точно не знаем, родилась ли вот эта йогическая традиция именно аштанга йоги, да, в рамках самой Романанда Сампродая, или она была привнесена извне, этот вопрос по-прежнему открыт. Но, конечно, есть целый ряд авторов Романанда, которые пишут о йоге. Но, кстати, что может немножко пролить свет на эту ситуацию, дело в том, что пару лет назад я в Айоди же встречался с одним видным учителем именно школы Романуджи, который возглавлял вот эту школу в Абадге, это Джагазгуру Романуджи Ачарья, Слави Парушоттам Ачарья. Он умер тоже в прошлом году, буквально у него многих некоторых святых и философов и поэтов удалось западово, так сказать, ухватить, встретиться, и они, к сожалению, не ушли. Так вот, он мне подарил пару книг, которые я тоже изучил, прочитал. Эта югическая традиция от Романуджи перешла даже в школу Романуджи в Северной Индии. То есть, видимо, есть какое-то перекросное опыление, и откуда оно исходит изначально, нам, наверное, еще нужно исследовать. Это очень важный вопрос, мы как раз хотели этот вопрос уже... Это было бы интересно, потому что это то, что до сих пор открыто, уже писала как это могло бы быть, но она не закрыла этот вопрос. Нельзя сказать, что она дала финальный ответ. Ну, а есть версия, что вот некие, может быть, щаваиты, или просто надхи какие-нибудь, представители юридических сект, обратились в вишнуизм и сохранили с собой, принесли вместе с собой вот это вот... Ну, понятно, да. Ну, вот о последних представителей Вишишта-двайты Владимир Кириллович рассказывал, был в Индии, он, кстати, вот привез эту книгу, с которой к нему подошел какой-то человек и сказал, мы по сынам последних представителей Вишишта-двайты. Вот вам наш опус. На самом деле их очень много. И, кстати, я вот заметил в последнее время, мне вот поднял недавно вопрос... Извините, я не сказала, Владимир Кириллович, надо было ему ответить. Нет, последние представители это мы в Москве. Это мы, да, в Москве. Но я недавно вот на что обратил внимание, у нас есть вот это вот А2, это нео-адвайта, там всякие там просветленные учителя и так далее. И нет нео-вишишта-адвайты. И только я об этом вспомнил, я нашел пару, правда, они на хинде вещают, пару индийцев, которые, ну, они действительно принадлежат к этой школе, но решили ее популяризировать, и уже есть целый ряд видео, где вот таким простым языком для пользователя, вот именно пользователя, не исследователя, а пользователя, объясняется, что такое вишишта-адвайта, почему она правильная и как ее применять. Но на самом деле она так сильно влияет и на исследователей, что я думаю, что всех исследователей вишишта-адвайта вполне можно записать в нео-вишишта-адвайта. Я думаю, да. Даже я обратился из-за 2-й вишишта-адвайта. You're welcome, как говорится. Спасибо большое. Сергей Дмитриевич, выручайте, эти адвайтисты нас захотели уже. Где вы? Я включил. Максим, спасибо. Ну, знаете, вот я последнюю вашу, так сказать, реплику я хотел бы подхватить и задать вопрос. Вот то, что вы рассказываете, создается такое впечатление, что вот Индия, вот та Индия, которую вы изучаете, которую вы изучаете, такая действительно вневременная или вневременная, как Индия. Они, правда, по-английски сейчас любят говорить Eternal India, но это они имеют, это как у нас там вечная Россия какая-то или глубинная Россия. Некие мифологические... Шашваты-бхара. Да, ну это да. Но все-таки Индия одновременно это современное государство. И в нем большие сектора современного общества. Вот, понимаете, я к стыду своему вот на все эти самые традиционные индийские придумки смотрю, как на некоторые, так сказать, игры в бирюльки. Извините, конечно, но вот я уже слишком давно с этим имею дело и с людьми этими имел дело. И как-то я это всерьез уже не воспринимаю. Я не знаю, например, можно ли это всерьез изложить по-русски. Об этом можно говорить на хинди. Но я вопрос хотел задать другой. Вот как по вашему опыту соотносится, сочетается вот эта Индия традиционная, вот все эти гуру, вишиштадвайтины и Индия современная, в той же Айодге, ну я раз там, правда, был, еще когда не снесли Бабри Мазжит, я ее видел вот еще лично. Ведь в Индии есть университеты вполне современные, там, банки, я не знаю, юридические конторы, заводы. Вот как вот эта вся традиционность, как она сочетается с какой-то современной жизнью? Ведь или это совершенно отдельная жизнь, вот эти все, как вот на ваш взгляд, или вы этим не интересуетесь, или вы приезжаете в Индию, и вы поселяетесь вот в этой традиционной Индии, а современная жизнь, ну так, поскольку, лишь постольку, поскольку. Вот как вы это воспринимаете? Спасибо за вопрос. Нет, как раз я, на самом деле, очень живо интересуюсь современной индийской политикой, жизнью и всем остальным, и вот последние пару лет я езжу тоже с лекцией по некоторым университетам, я встречаюсь с самыми разными людьми, с коллегами, с молодежью, с такой очень прокачанной современной хипстерской молодежью, и наоборот, с самыми деревенскими жителями, поэтому срез, который я вижу, он действительно очень большой. Насчет того, что вы отметили, я еще делаю ремарку, что об этом говорить на хинди легче, я вот осознал, вот сейчас, когда начал говорить, буквально пару дней назад я делал стрим на хинди для одного новостного канала, и в течение часа где-то рассказывал, говорил о похожих темах на хинди для индийцев, я понял, что это проще, потому что для некоторых вещей здесь невозможно подобрать какие-то слова русские, чтобы адекватно их выразить, эти идеи. Вот, но, да, я вижу довольно большой срез индийского общества, и я бы сказал, что индийцы вот в этом отношении делятся на три группы. Все-таки традиционные индийцы, они существуют, и в Айодье вот это тоже, это очень видно, люди, которые живут в этих матках, ашрамах и так далее, они могут пользоваться мобильными телефонами, они могут там залезать в интернет, но это для них, как я не знаю, как для персонажа русской народной сказки тарелочка вот эта вот с яблочком, то есть они посмотрели на другой мир, но возвращаются всегда к своему, да и смотрят они. Вы, наверное, слышали, что у них там за телефонные звонки, там, Манча Лиса там заиграла, там еще что-то, все. Весь их Фейсбук, это одни там блоги, герои и так далее, которыми они обмениваются, то есть это просто такая технология, они действительно есть, у них мышление достаточно традиционное, но оно традиционное, конечно, не в смысле там времен Роману Джи Романанде, оно традиционное в смысле, наверное, начало там 20 века, когда еще вот была вот эта вот живая Индия, там какие-то поправки на что-то современное, там меньше кастовое, например, какое-то давление и так далее, хотя тоже я бы поспорил, потому что зависит от вопроса, семейный вопрос, брак, очень сильная. Вторая группа диаметрально противоположная, это современные индейцы, которые действительно ну, как бы так, ехидно несколько относятся к тому, чем мы занимаемся, потому что вот я читаю, допустим, лекции для совсем светской молодежи в Индии, и у них один вопрос по Романе, о чем бы я ни говорил, там Расики, или 602, это что-то, у них один вопрос, почему Рама выгнал ситу, потому что этот вопрос пропагандируется по телевидению, этот вопрос обсуждается на ток-шоу всевозможных, просто всерьез, как у нас там звезды там поссорились, да, вот это всерьез обсуждается там постоянно, и это их единственный вопрос, их больше ничего не интересует. Я бы сказал, что это такой феминистский вопрос. Да, феминистский вопрос, но вообще молодежный, я бы сказал. И есть третья группа, которые, конечно, современные люди, конечно, они уже не мыслят категориями там Ромаина и так далее, но они каким-то образом пытаются все-таки сочетать эти два начала как? По разным причинам, например, по политическим. И вот, как я сказал, последние это 10 лет, но вы, наверное, тоже видите, что по политическим причинам ромаизм это фишка, да, это вот то, что нужно исповедовать для того, чтобы быть уважаемым человеком, как в некоторых других странах, должны исповедовать какую-то конкретную форму христианства, например. К сожалению, в отличие от вас, я давно не был в Индии, я вижу только наши российские фишки, а индийские от меня сейчас далеко. Политическая причина, но потом не нужно забывать, что есть еще и причина, как бы, даже не социокультурная, вот люди искусства, это довольно большая категория людей, люди искусства, для которых индуизм, это скорее, ну, индуизм, как бы, они даже тоже не мыслят о таких категориях, ромаизм, кишнаизм, чтебоизм и так далее, это даже не система вероучения, то есть они могут не знать, какую философию я исповеду, у меня недавно знакомый поехал в Индию, он таксиста стал допрашивать, а ты думаешь, Брахман и Атман едины или не едины, там уходите глаза вот так вот, вот, но вопрос в том, что люди искусства, для них это тоже жизнь, это тоже духовная все-таки жизнь, потому что исполнители ромаины, они живут ромаиной, нельзя сказать, что они как бы, просто они по-другому ее чувствуют, не как идеологический текст, а как некую такую музыкальную вибрацию или поэтическую вибрацию, это то, как я, кстати, подхожу к тексту, то есть для меня, прежде всего, это не вероучительный текст, поэтический такой вибрационный на уровне искусства, поэтому это же тоже то, как сохраняется традиция, и это живо, это вполне живо, они не лицемерят, можете спросить, какого-нибудь танцора, который танцует эти сюжеты, он тоже вживается в эту роль, у актера Рамлилы, там где-то. сэргатэрхэйтурэшваха, сэргатэрхэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok